Привет, друзья! Я сегодня на скале, и сегодня я начинаю цикл передач ловлей Донной с Настей, то бишь фидером. И сегодня я попытаюсь поймать леща, подлещика, сопливого нашего друга. Ситуацию объясняю сейчас. Когда я шел на это место, я встретил, здесь рыбачит постоянно на этом месте, дедушка. И он говорит, ты, Максим? Я. Он говорит, деды пропадал. Я говорю, да ну как бы спиннинговой ловлей занялся очень плотно. Говорит, ну, мы это бы помним до сих пор. Я тут лет шесть назад очень здорово рыбачил, ловил подлещика, и до сих пор меня помнят здесь местные дедульки. Так что сейчас начнем замешивать прикормку, облагораживая свое место. Кстати, местечко, рыбка гуляет под берегом, местечко почистили. На прошлой неделе я здесь был. Тоже чистил, если видно. Вот. И кто-то еще почистил, еще сильнее. Так что сейчас начну рыбалку нашу. Я хочу отснять цикл передач. Буду рыбачить в разных местах города Купенск, фидерной снастью, и пытаться поймать крупную рыбу. И чтоб показать, рассказать, как я это все делаю. Именно как я делать буду это у нас в Купенске, недалеко от дома. Сегодня я нахожусь на месте 15 минут ходьбы от дома. Это в развалочку. Вот. Я здесь постоянно рыбачу, когда есть время, у фидерной снастью. Сейчас начнем приготовление прикормки. Рыба, он плещет, курупа. Так что погнали. Берем прикорм. Настыкаем. Килограмм, где-то, высыпали прикорму. Прикольная пачка на таком стикере. Герметично. Что может храниться очень долго. Влага не попадает туда. Так что так. Вот. Так. Наш прикорм, поближе, вот такой вот тут. Ну и есть тут крупная фракция, вот кукуруза есть. Вот что у нас такое? Горох. Вот. И пахнет оно очень сильно кориандром. И так. Сейчас мы добавим Кукурузная фракция сюда. Немножко. Так. Картека. И кукурузной крупы. Перемешиваем это все. Добавляем сухую прикормку в нашу перловку. Перловки. Чуть-чуть оставим кулечки. Чтоб на насадочку. Передней шеи. Затем мы добавляем нашу шину. На этот тазик я добавлю пока. Это оставлю чуть-чуть на потом. Тоже это все. Мы сейчас перемешиваем сухой прикормкой. Сухая прикормка сейчас заберет в себя лишнюю влагу и пшено будет отделяться у нас. Так. Прикорм нам нужен тяжелый. Инертный. Так говорят. На просторах YouTube. Инертный. Прикормка должна быть прикорм должен быть у нас не пылящий в общее в общее чтоб не собирать на точке мелкую рыбу. Перемешали. У нас получается вот такая петрушка. Это у нас здесь пшено и перловка в сухом прикорме. И мы же добавили фракцию артек и кукурузку. И берем сюда же добавляем горох еще горячий. Утром варил 2 часа ночи проснулся. Варил пшено и горох. Добавляем сюда гороха. столько примерно. А потом будем мы пробочками докармливать. Ух, вдруг горячий еще чтоб не отжечь. В принципе прикормка лепится. Тяжелая. Лепится. И еще как известно что лещ тоже любит кукурузу. Я купил в этой бахе. Вот такую баночку кукурузы она недорогая. В порядке 15 гривен. Взял открывачку кукурузу дома. Не хочу морусу упортить. Пахнет как. Кукурузка. И что мы делаем с этой кукурузой? Мы кукурузу берем и тупо вот так далее. водичку льем прикормку. Как раз она доувлажнит прикормку. Получается что наверное мы и не будем доувлажнять. Чтоб не сделать то есть с нее сдавлен. Это получится как отрактаньки. Это оставим на потом. Вдруг надо будет нам домешаться докормиться. Вот так сдавим кукурузку и начинаем перемешивать. Добавил с оснастку буду использовать петля гарднера. Ее еще называют паттерностер. Отступаем от края лески примерно 40 сантиметров. Сложим ее вдвое и завязываем тройной хирургический узел при этом формируя петлю. Делаем все не спеша. Так у нас примерно должно получиться. Затягиваем это. Отвод должен составить примерно 10 сантиметров. Затем нам необходимо сделать плечо для крепления поводка. Плечо для крепления поводка необходимо сделать ниже кормушки. Отмеряем место там где должна быть кормушка и ниже кормушки на несколько сантиметров ниже. вяжем маленькую петельку двойным хирургическим узлом. Потом лишний кусочек лески который остался обрезаем оставляем сантиметра полтора для того чтобы узел при нагрузке у нас не пополз. На этой рыбалке я буду рыбачить двумя удилищами. Использовать буду я вот такие вот кормушки 7-7 равных. Это моя самодельная кормушка. Сделал ее примерно лет 6 назад. вот и сейчас я покажу как необходимо вешать кормушку в петлю. Вешать будем методом петля в петлю. В петельку кормушки вдеваем нашу петельку сформированную. Затем ее раздваиваем и в эту же петлю продеваем нашу кормушку. И затем просто затягиваем. и у нас получается вот так вот. Отвод наш находится ниже кормушки. Вот так это все должно выглядеть. петельку из петельки так крючки я в основном использую такого плана это овнеры серии пин хук и сима пин хук у меня 18 номер остался в основном я до 12 пользуюсь пин хуком очень люблю использовать 18 и 16 номер по платве и 12 14 на подлещика еще я использую немножко дешевле крючки фирмы лидер как написано что это корея вот такого плана получается немножко как-то крючка идет по-другому и по советского союза седьмой номер меньше девятый больше так по крючкам понятно в основном использую вот эти крючки так поводки поводки сегодня я буду использовать 0,14 гречком и сима вот этим гречком вот у меня есть поводочница 14 я уже поставил на этот фидер и второй фидер я хочу пробовать на кукурузку перловку вот я поставлю 0,16 поводок и тоже этот самый крючок будет у меня это 0,14 а это 0,16 длина поводка у меня 0,14 и 70 сантиметров 0,16 будет 60 сантиметров окон она чтобы поднимать на черепах на черепах вот такой лобан две густерки мелочь пьется пытаюсь где-то динамиков две минуты перезабрасывать попробую на черепах потом попробую на опарыша оптим 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 что это у нас это у нас сибель поплевок находится сибель рептим я поменял поводок поставил на припит 0.1 леска и 18 номер крючка и клюнула походу мелкая густерка и за ней порнала щука я ее слил под берегом она откусила мне если видно на камеру крючок сейчас будем менять поводок и продолжать дальше рыбалку так, тут походу на этот трава подцепилась ага пучок травы мягимые так, ну короче уже два часа рыбачу клюет одна мелочь поклевок практически нету клюю хороший пучок опарыша например или червяка поклевок практически нет если есть поклевки то это только мелочь но густера объедают и все крупной рыбы нету ой блин вот такое мы ловим это капец нет а я еще блин орио леща хочу поймать какого леща здесь рыбы нет лет я norse и и вот или и вот так вот лови ты докажу туда вот следующая поставил вместо опарыша я червя и только что был вход я думаю что это был уже подлещик и он зашел в воде недалеко вот и кормочного стола я считаю это плохо такого червячка манюнила цепляю была нормальная рыба может и такое быть шо наш ход вещь вредная скотина и на крупный крючок и толстую леточку не хочет брать ему подавай маленький изящную насадочку чтобы он не почувствовал подвоха никакого это ну капец полный обратно у меня была поклевка поклевка я вам скажу такая вершиночка еле-еле не то что там знаете дребезжи когда мелочь клюет а такая вот подсекаю на крючке нормальная рыба достойная метра два протянул сход борьба была хорошая удары убилища отыгрывала хорошо но я виню наверное за то что мелкий все-таки крючок но тоже взять ситуацию взять вот фидер который с правой стороны стоит у меня нормальный лещевый крючок на него практически нет поклевок вообще я думаю что я смогу его все таки поймать этого подлеща он крутится вроде бы как здесь значит что то все таки я делаю правильно еще я сейчас ловлю на две прикормки прикормка я готовил утром вот она у меня добавляю по 5-6 штучек пробочкой опарыша вот и прикорм ну как прикормка забодяжил я взял горох что остался взял пшено что осталось добавил туда кукурузы крупы артека крупы и немножко добавил прикормки мегамикс вот и получилась эта штука и я сейчас кормлю чисто горохом но вот этот фидер который у меня стоит боку по правой стороне так буду продолжать кормушку полная это пожалуй к нам плотва после окуня это вторая нормальная рыба за сегодня плотвичка на червячка вот такая вот почти ну чё ладошка если с хвостом считать отличная рядышка мне нравится 3 так у нас сейчас где-то без 28 утра так что сейчас насаживаемся забрасываем дальше ловим вот кормушка пустая рекорд наш на дне очень важно чтобы каждый заброс мы привозили пустую кормушку мы должны кормить рыбу это реально факт не видел многие люди допускают ошибку на пожелали кормуху при корма и он не вываливается экономит смысл тогда рыбалки вообще с кормушкой мы должны рыбу кормить чтобы сделать обеденный стол но здесь у нас течение мы здесь сделаем обеденный шлейф такой прикормки и по шлейфу поэтому рыбка должна подниматься и кушать и кормушкой поводочек у нас получается 70 сантиметров мокрый крючок мелкий червяк сильно живой так вот подпили червячка смотрите на этот фидер я насадил двух отменных червей и двух отменных опарышей ну пока глухо что-то был подвергунчик один на вершину тьму и все так ну если плотва хоть делать будет и то хорошо ну там где плотва там не будет у нас и подлещ короче ситуация такая сейчас у меня только от меня отъехали дедулечки вот и них я поймал одного подлещика и один у меня отошел тут прям под берегом хороший такой подлей грамм 800 сейчас я отошел почему лежал у меня здесь подхватик я пока чик туда мотнулся походу дал слабину крючок чтобы вы понимали 18 номер овна пинхук серия вот и все сход походу не пробил губу или за краеша губы я не знаю но я его видел рыба была серьезная сейчас я уже сижу минут 30 поклевок нет в принципе подлещик подошел сейчас я достану вам специально о поклевочка 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 оп походу мелочь какая-то мелочь 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 Вообще ничем. А, еще еще хочу сказать. Сливала на червяка. А парыша вообще ничего не хочет брать. Мелочь. Вообще мелочи нету. Абсолютно. Я ее натрез отсек. Крупная фракция и тяжелой прикормкой. Вообще не пылит она. Сейчас я перезаброшу. И достану. Рыбу покажу вам. Короче. Ло мой. Составляет. Вот это и все. Ну не считая там густерок мелких, что я повыбрасывал. Но я же пришел на густерку мелкую. А вот и подлещик. Гуру-ту-ту-ру. Хорош. И примерно такой же. Даже мне кажется, он был крупнее. Ну, вода увеличивает. Вот. Сошел. Так что. Продолжаем. Время еще есть. Прикорм есть. Наживка есть. Будем пытаться поймать нормальную рыбешечку. Какая ситуация. Подъехали два деда ко мне. И говорят, что они ловят на удочку на поплавочную проводку. Реально очень плохо. Сегодня вообще практически не клюет. Поймали там штук по пять густерин. Можно парочку хватить. И все. Вот такое ведерко пол-литровое майонезо. Вот майонезо. Вот. Пол-ведерочка. Вот такая густерка. Короче, разъехали. О, рыба. Крупная при чем. О, лечь. Лечь. Есть. Лечь. Ребята, подлещ. Подлещ. Ребята, это подлещ. Вот он. Кстати, я поглядки не видел. Я хотел перебрасывать просто на пол. Начал тянуть сопротивление. Подумал, сначала трава. Потом услышал в руку удары. Так что? А, зацепился за самый краешек в губы. Видно? Вот. Самый краешек. Ребята, я доволен. Я его все-таки раскусил. Поклевка на этот и хорошая поклевка. Так. все ясно. Хи-хи-хи-хи. Хорошая поклевка. Пестик. Себель. Фу. Все в соплях. Сейчас мы сделаем атаку. Вымоем руки. о, братан. Плыви туда. Тебе туда. Все. Переоснастим сейчас. Все. Забросим. И тогда, если что-то интересно будет, обратно увидимся. Короче, клюнула плотвичка. И вдогонку схватила щука. Я ее тянул. Хорошая была рыба. Глянь я. Ху. А что с ней случилось? Потом соскочила она. Ну, такие дела. Итак, закончилась соболка моя. Сейчас уже полдвенадцатого дня. И сейчас посмотрим, что я поймал. Так. Смотрим. Ну, вот так. Эй. Эй. вот таких двух подлещиков я смог поймать. Одного возле берега слил. Две рыбы где-то дальше от берега слил. И в праве я слил судака. вот. Как бы на этом моя рыбалка закончилась. Это что я смог сегодня поймать. Не считаю вот такой мелкой густерышей полубросового сиделя. кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Так. После себя я оставил чистое место. Вот оно. Мои полмуты. Термос стоит еще. Кофеек я вот пью. Чехол с удочками. Вот. Так что всегда после себя оставляйте чистое место рыболовное. все. Теперь всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok